На государственном уровне разрабатывают новые механизмы для повышения безопасности банковских операций. В России заработал новый механизм возврата денег, украденных мошенниками. Банки должны будут возместить средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента, но в случаях, установленных новым законом. Схема возмещения станет понятнее, но злоумышленники будут изобретать все новые способы мошенничества, предупреждают эксперты. В подробностях разбиралась Ирина Синягина. Мошенники придумали еще одну схему по обману населения. Они звонят от лица медицинского учреждения, предлагают пройти диспансеризацию. Представляя сотрудниками поликлиники, к которой прикреплен пациент, злоумышленники предлагают запись по телефону. В ходе разговора мошенники уточняют уже дату и время, когда будет удобно пройти обследование. Потом оказывается, что именно на это время якобы есть свободный эталон. Для того, чтобы записаться, человека просят назвать код из СМС, который сразу же поступит на телефон. На самом деле этот вход используется не для записи в поликлинику, а для входа в личный кабинет на сайте госуслуги, где содержится персональная информация. А это значит, что мошенник автоматически завладевает всеми данными потерпевшего. Он сможет увидеть номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе и другое. А в дальнейшем аферисты смогут использовать эти данные, чтобы оформить на имя потерпевшего кредит или займ. По данным Центрального банка России, только в 2023 году мошенники украли у россиян без малого 16 миллиардов рублей. А вернуть банкам удалось лишь 8,7% от этой суммы. В ближайшее время ситуацию планируют в корне изменить. Российские банки с 25 июля текущего года начнут возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства. Причем по новой схеме. Вся процедура возмещения должна продлиться не более 30 дней с момента написания заявления соответствующего отброса от клиента. Но в случаях, установленным новым законом, который вступает в силу в этот день. Цель нового механизма – противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Документ устанавливает механизмы, которые направлены на стимулирование банков улучшать качество работы своих антифрод-систем. Теперь банки будут отвечать собственным рублем и возмещать клиентам деньги, если не приостановили перевод на два дня на счета злоумышленников. Их реквизиты содержатся в нашей базе данных. Она постоянно пополняется, и у всех банков есть доступ к этим сведениям. Чтобы мошенникам стало еще сложнее наличивать похищенные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в нашу базу данных от правоохранительных органов. Речь о так называемых дроперах. Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов. И в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой. С 25 июля добавились и новые признаки подозрительных переводов. Одним из таких факторов стала информация от сотовых операторов о периодических и продолжительных телефонных переговорах, а также об увеличении числа СМС перед отправкой перевода. Денежный перевод на счет из базы ЦБ будет блокироваться строго на два дня, даже если клиент подтвердил совершение операции. То есть банк сможет провести перевод только после истечения этого срока. Во всех остальных случаях банк обязан незамедлительно совершить перевод после получения его подтверждения от клиента. Любой механизм, который предполагает возможность возврата средств на счет законного клиента, может улучшить ситуацию с мошенничеством, уверены специалисты.